Говорит Ульяновск. Вечерняя программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». С вами Наталья Яковлевна. Добрый вечер. Вот темы, которые мы обсудим сегодня. Жалобы сельских жителей, ульяновский опыт наставничества в дошкольных учреждениях и, увы, растущая заболеваемость ковидом. На тему дня. Более 4700 обращений поступило в адрес губернатора во время прямой линии с жителями области, которая состоялась 16 сентября. Безусловно, у губернатора физически не было возможности ответить на все. Поэтому Алексей Русских продолжает рассматривать жалобы граждан. Тут ссылки на данность полученных жалоб неуместны. Все зависит от актуальности и справедливости поставленных проблем. В этот раз глава региона рассмотрел две жалобы от сельских жителей. Причем ответ на них давали главы Чердоклинского и Сурского районов. Житель Чердоклинского района Денис Лебедев обращался по поводу очистки от мусора леса между селами Мирной и Архангельской Чердоклинского района. Читая историю переписки администрации района с заявителем, на самом деле удивляешься терпению этого человека. Общение началось 5 мая. На первое обращение гаштанин получил ответ, что мусор будет убран до 30 июня. В 1 июля заявитель сообщил, что мусор все еще лежит. Тогда администрация сообщает, что проведет субботник. В 1 июля сообщает, что проведет субботник до 15 сентября. Всего лета оказалось мало, чтобы организовать эту работу. Но 15 сентября мусор также не был убран. Заявитель снова получил обещание убрать до 30 сентября. Юрий Сергеевич, как такое вообще происходит? Кстати, до сих пор там не убрана. Работа за лето была проведена. Там и земли населенных пунктов, в границах населенных пунктов субботник неоднократно проводился. Но, однако, зона рекреационная. И отдыхающие за лето постоянно продолжают мусорить. В ближайшие выходные мы сориентируемся. Это массово туда выйдем, чтобы вот эту зону зеленую убрать и перед зимой оставить в надлежащем состоянии. Проблемы на самом деле есть. Организованы там контейнеры? В самом «Зените» в прошлом году мы ставили дополнительные контейнеры. То есть сбор мусора от населения там сейчас сорганизован в этом поселке «Зенит». Что касается рекреационной зоны, ну, с учетом отдыхающих, там много отдыхают, поэтому оперативно мы не можем там убирать. Проблемы есть? Уберем. Поставьте контейнеры для сбора мусора, разместите наружную какую-то рекламу и проведите ряд передач по телевидению. Потому что люди там отдыхают, надо создать условия, чтобы они мусор могли куда-то в цивилизованные места убрать. Ну, естественно, займитесь агитационной работой, пропагандистской. Сделаем. Много туда ездят отдыхать? В летний период, конечно, места хорошие, лесополоса, близость к городу, отдыхающих много. Ну, создать условия, куда они могли после того, как отдохнули, чтобы мусор выбросить. И проследить, чтобы он вовремя оттуда вывозился. Проработаем. Еще одно обращение. Это пишут жители села Архангельское, Сурбского района. Люди жалуются на перебои с транспортом. Невозможно ни уехать, ни приехать. Автобус ходит три дня в неделю. Причем, если в прошлом году можно было спокойно передвигаться по маршруту, то в этом году просто какой-то ад. Это вот цитата из обращения жителей. Администрация района сообщает, что жалоб от людей не поступало. При этом люди сами жалуются. Дмитрий Владимирович, какая ситуация? Все, что касается пассажироперевозок, в районе мы уже второй год находимся в пилотном проекте. И все вопросы, связанные с пассажироперевозками, в любом случае обсуждаем с населением. У нас существовал там один из маршрутов. Это Шатрашаны, Острадамовка, Ульяновск. И пассажиропоток был достаточно низкий. Поэтому в этом году этот маршрут убрали. Я дополнительно изучу всю эту ситуацию, связанную с тем, что обращается заявитель. Но ко мне лично, вот я совсем недавно жил практически там месяц в селе Шатрашаны. Как раз рядом с Архангельском ни один из жителей по такому вопросу не обращался. Обязательно проведу сходы. Вопрос изучу, вам доложу. Если будет необходимость, то мы направим дополнительно туда маршрут. Губернатор Алексей Русских рассмотрел две жалобы жителей Чердоклинского и Сорского районов. Отчет о решении проблем держали главы районов. По горячим следам поздравим всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником. Они отметили его в минувший вторник, 27 сентября. В этот же день в Москве награждали финалистов Всероссийского конкурса «Воспитатель года-2022». Кстати, Ульяновская область на Всероссийском конкурсе представляла «Воспитатель детского сада-258» Олеся Исаева. И еще одна небольшая интрига. Во время этого Всероссийского конкурса для всех его участников прозвучала песня, написанная ульяновскими авторами. Кто написал эту песню и кому она посвящена, узнаем чуть позже. Премьера песни была представлена такими словами. Вот у нас появилась новая замечательная песня про детский сад. Наши дошколята – счастливые дети. Система дошкольного воспитания и образования из года в год улучшается. Мало того, что строятся новые красивые комфортные детские сады, благоустраиваются прогулочные площадки. Меняется в лучшую сторону сама система подготовки малышей к школе. Мы вам уже рассказывали об уникальном ульяновском опыте по внедрению в детских садах азов инженерного мышления. Перенять этот опыт в Ульяновск приезжают делегации из других регионов. Впрочем, каждый детский сад имеет свое направление – и творческое, и ботаническое, и экологическое, и спортивное, и инженерное, и так далее. В следующий год объявлен президентом России как год педагога и наставника. В принципе, для нашего дошкольного образования это не является чем-то необычным. У нас давно развивается наставничество. Сегодня об этом нам расскажут Елена Хижина, заведующая детским садом 176, и Марина Аринина, старший воспитатель детского сада номер 148. У Елены Хижиной наставничество проходит в форме социального партнерства. И в детский сад на кашу дружбы с удовольствием приезжают именитые ульяновцы. А Марина Аринина расскажет про заведующую Нину Сосину, которой далеко за 80 лет, но она продолжает работать. Причем восхищает всех не только своей активностью, прямо скажем, не по годам, но и прекрасной внешностью. Но ни дать ни взять – любовь Орлова. Можно сказать, что человек уникален еще тем, что, наверное, от того, что Нин Павловне пришлось жить в послевоенные годы, когда было мало игрушек у детей. Образование доступно оно, конечно, было, но не в таком большом объеме, какое оно есть сейчас. Поэтому Нин Павловна и старается развивать предметно-развивающую среду, но еще и старается обучать своих педагогов. И вот благодаря той системе работы, которая выстроена у нас в детском саду, наши педагоги добиваются очень больших результатов. Вот я сегодня готовила справочку. Из 42 педагогов, работающих в нашем детском саду, 25 – это педагоги с высшей квалификационной категорией. 21 – педагог с первой квалификационной категории. 20 педагогов имеют высшее педагогическое образование. Из них 15 педагогов имеют два образования. Это педагогическое дошкольное и еще логопедическое. Так как детский сад у нас для детей с тяжелыми нарушениями речи, поэтому помимо логопедов, которые должны иметь логопедическое образование, у нас еще и имеют логопедическое образование и наши воспитатели. А по стажу работы в нашем образовательном учреждении тоже получается интересная справочка. Средний стаж работы сотрудников в детском саду составляет 17 лет. Есть у нас такой уникальный педагог-психолог Ирина Анатольевна Кренская, которая уже 32 года работает в детском саду. То есть она как после института пришла в детский сад, так она на протяжении всего этого времени работает у нас педагогом. Елена Борисовна, ну и вы расскажите о том, как в вашем детском саду проходит наставничество. И вот в итоге в нашем детском саду номер 176 появился не только великолепный наставник, благодаря советам которого детская сборная заняла первое место в ежегодной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Ульяновская правда», но и в нашем детском саду появился проект, который мы назвали «Окрыленный Крыловым». И так мы были первые в эстафете. Мы все очень радовались, и педагоги, и дети, и родителями. И «Окрыленный Крыловым» мы решили пригласить к нам на завтрак министра физической культуры и спорта Рамиля Евгеньевича Егорова. И представляете, он тоже, несмотря на всю свою занятость, нашел время и пришел к нам в гости. Рамиль Евгеньевич поздравил нашу команду ребят, вручил подарки детям и детскому саду. И самое приятное, он позавтракал вместе с детьми вкуснейшей кашей со смайликами. Мы ему рассказали, какая она полезная, и Крылов научил нас ее есть. Детский сад 188. Узнав, что у нас был завтрак с министром, а как мы выяснили, он был выпускник их детского сада, они нас вызвали на спортивную дуэль. Футбольную дуэль мы продули, но настроение настроя на будущую игру у нас появилось. Мы теперь не пропускаем ни одного спортивного мероприятия. Утром с Владом. Так дети назвали еженедельную утреннюю зарядку, которую проводит Владислав Николаев, это тренер по кудо. Занятие с тренером по кикбоксингу. Мы принимали участие в пилотном проекте «Удар в девятку» в Кроссе нации в Заволжском районе. Но теперь нам по-другому никак нельзя даже поступать. Знаете, у нас на самом деле очень много интересных и разных проектов, и у каждого проекта есть свой удивительный и замечательный наставник. Вот, казалось бы, флаг. Я буду говорить о флаге нашего детского сада. Когда мы готовились к нашему забегу, ребята решили, что в спортивной команде надо обязательно флаг. Мы сели, призадумались вместе с ребятами и воспитателями и решили сделать свой флаг. А деньги на него ни у кого не просите собрать макулатуру и сдать ее. Об этом узнала Российская экологическая академия. Так мы познакомились с Валентиной Олеговной Никифоровой, которая является руководителем федерального экологического проекта «Разделяем ножи». И теперь у нас на входе в детский сад стоит емкость, в которой дети ежедневно складывают пластиковые крышечки. У нас стоит большой желтый контейнер, который нам подарила Российская экологическая академия, в которую мы собираем макулатуру. Ребята знают, что мы не только делаем планету чище, но и каждые 100 килограмм макулатуры спасают одно дерево. Вот мы сдали сейчас уже порядка 800 килограмм, значит, мы спасли 8 деревьев. Но на этом мы не будем останавливаться, и мы приглашаем всех родителей, сотрудников присоединиться к нашему движению. У нас есть и лидеры. Мы сделали альбом, куда записали их имена. Ну, а еще мы посадили семена кремлевской елки и участвуем в общественно-экологическом проекте «Детки кремлевской елки». Ребята подарят второй жизнь самой волшебной новогодней елке страны – кремлевской. Семена нам доставила Валентина Олеговна Никифорова, а научила ребят сажать семена елочек Мустафина Юлия Николаевна. Это педагог дополнительного образования детско-экологического центра. Кстати, в этом году она стала победителем регионального конкурса «Сердце отдаю детям». Наши ребята понимают, что природа живая, и у нас даже деревья имеют свои имена. У нас есть елка, которую посадил олимпийский чемпион Крылов Владимир Валентинович. У нас есть елка Победы, которую мы сажали вместе с ветераном. У нас есть елка, которую посадил главный эколог нашей области, Загородников Михаил Вячеславович. Он приехал к нам в гости, подарил красную книгу Ульяновской области, рассказал о реках Ульяновской области и о том, как их надо беречь. Хоть наши малыши еще и маленькие, но мы делаем уже большие дела. Какие у нас планы? Вот в преддверии праздника, дня дошкольного работника, к нам пришла идея написать палитру желаний. Ну, что касается меня, у меня желание приобрести в детский сад цифровую STEM-лабораторию. Владимир Путин поставил задачу до 2024 года создать в образовательных учреждениях современную и безопасную цифровую среду. Хочу сказать, что наши желания оказались созвучны, и в цифровой век невозможно заходить с инструментарием, который не позволяет решать современные задачи. Каждый из нас понимает, весь наш педагогический коллектив должен работать в теснейшем взаимодействии с драйверами развития цифровых решений в сфере образования, развития и воспитания. Поэтому мы подружились с директором нашего Ульяновского губернаторского лицея 102 Юлией Валерьевной Пудовой. Надеюсь на взаимное сотрудничество в области развития цифровой технологии. Сейчас мы строим детскую медиастанцию, и надеемся, что скоро она у нас заработает уже в полную мощь, чтобы ребята могли следить за самочувствием нашей планеты, определять погоду, и надеемся здесь тоже найти хороших соратников, наставников, которые будут нам помогать. И еще одна собеседница – это Татьяна Букарова, заведующая за Волжским детским садом номер 8. В этом детском саду работает юная СМИ-команда, то есть наши коллеги, юнкоры, будущие журналисты. Вот вам и еще один интересный ульяновский опыт, достойный подражания. Ничего подобного ни в одном детском саду, ни только в области. Наверняка и в других регионах нет. Идея СМИ-команды номер 8 была впервые озвучена в начале этого лета. И мы всем педагогическим коллективом ее очень активно обсуждали. Но в итоге у нас появились те, кто сам, без какого-либо давления, решил войти в этот проект как участник. Это 13 педагогов и воспитателей, 8 детей и 10 наших активных родителей. И что мы имеем на сегодняшний день? Совершить экспедицию СМИ-команды в кинофонд, снять репортаж о Богороде нашего детского сада, о празднике Авиастара, о 1 сентября, устроить ток-шоу СМИ-команды и первоклассников, которые были нашими воспитанниками нашего детского сада, встретить в детском саду и совместно поработать с коллективом детской передачи «Детские вести» и создать совместный репортаж. А еще семейные проекты, когда дети из СМИ-команды делают домашние репортажи. А какие планы у вас на будущее? Мы хотим создать свою настоящую телестудию в нашем детском саду. Мы организовывали бы в ней детские ток-шоу и встречи с героями нашего времени. Вот такие у нас планы на будущее. Я как заведующая хочу сказать, что Нина Павловна является наставником всех заведующих Заволжского района. Вот я лично с ней уже 20 лет работаю. И, конечно, это человек, у которого есть чему поучиться. Человек незаурядной организованности. То есть она такой организатор, что ей можно не приходить в детский сад. У нее весь сад работает. У нее вся система полностью работает. Это человек, который принимает всегда верные решения. Это человек, который участвует во всех мероприятиях. То есть, наверное, вот у людей вот этого возраста, вот наши наставники, они что-то знают больше, чем мы. И у них все получается. И нам надо учиться. Очень хочется поздравить нашу Нину Павловну с победой во Всероссийском конкурсе лучшего руководителя Российской Федерации премии признания 2022 года. Сегодня мы получили наградные документы. Поэтому, дорогая Нина Павловна, от всего педагогического нашего коллектива, от девчонок и мальчишек, от сотрудников, от родителей, от всех людей, которые окружают вас, мы поздравляем вас с этой заслуженной наградой, желаем вам крепкого здоровья, процветания нашему детскому саду. И мы надеемся, что будем еще учиться от вас много-много лет. Роль Нин Павловны, как наставника, ярко и четко видна, постоянно повторяет, что не нужно замирать, останавливаться на одном направлении своей деятельности. Нужно всегда стремиться к развитию, к самосовершенствованию. Равняйтесь на меня. Это ключевая фраза Нины Павловны и своеобразный призыв ее к действию. Нина Павловна сама является ребенком войны. И она знает, что такое тяготы и лишения. Она сама знает, что такое детство без игрушек. И вот именно детство без игрушек дало ей возможность активизировать свое творчество. Когда из подручных материалов, из тряпочек, ленточек создаются уникальные народные куклы. Когда создается что-то, с чем можно играть ребенку и чем интересно играть ребенку. Это и игры на таксильности, это игры на развитие памяти. Это все приносит в нашу жизнь наш наставник Нина Павловна Сосина. Но, наверное, многие подумают, что у нас в детском саду нет игрушек. Но нет, игрушек у нас больше, чем кирпичиков в здании детского сада. Есть и куклы, и кубики, и магнитные конструкторы, и машины. Но вместе с тем Нина Павловна может предложить коллективу фломастер, листок бумаги, ножницы. И нужно сотворить чудо. Либо сделать космическую куклу, либо построить дом. Пытаемся делать, и делаем, и создаем. Зачем это необходимо? И почему Нина Павловна этому уделяет большое внимание? Потому что, если сам воспитатель и педагог под руководством наставника не прошел вот этот вот самый путь развития творчества, не присвоил себе способность и навыки создания творческого какого-то проекта, то тогда он не сможет научить ребенка этому. Нина Павловна 56 лет работает в должности заведующего. Открыла и ввела в эксплуатацию три детских сада. 65 лет своей жизни Нина Павловна отдала дошкольному образованию Заволжского района города Ульяновска. Елена Борисовна, я хочу вернуться к каше дружбы. Но это же уникальный ульяновский опыт. Достойное подражание для всех детских садов. В чем уникальность нашего вот этого опыта? Дети получают самостоятельность. И дети учатся активно действовать. Они сами придумывают задания. Они сами рисуют рисунки и подписывают все этикетки. Они пишут пригласительные билеты. Они все делают это сами с большой любовью. И они понимают, что к ним придет большой друг. Это действительно вот уникальный опыт. Место рождения, детский сад номер 176. И к вам вот сейчас прям вот в очередь можно выстраиваться. А к нам идут. У нас есть тоже логопедические группы. У нас полный сад заполненный. Кто автор идей-то? Весь коллектив. У нас чудесные педагоги. У нас очень активные, очень грамотные, знающие педагоги, которые все хотят. Вот сейчас у нас они сами строят метеостанцию. Буквально сегодня они прибивают, красят. Дети с ним подают. Мы сняли небольшой сюжет. То есть у нас очень много задумок. У нас большой коллектив. У нас 26 воспитателей, 26 идей, 26 проектов. И кто-то вдохновляет ведь этих педагогов на такой фонтан и идеи. Наши наставники. А кто у вас наставники? Вот те, которые к вам приходят. Те, которые к нам приходят. Потому что немного необычно. Одно дело, когда старший педагог учит младших педагогов, совсем другой род наставничества. Когда к вам приходят профессионалы из других сфер, они же не педагоги. Вот понимаете, Крылов нас натолкнул на то, что мы активно развиваем спорт. Вот эта победа нас действительно окрылила. Мы стали окрыленные Крыловым. И мы теперь занимаем все спортивные позиции. Мы участвуем во всех мероприятиях. Пусть мы даже не побеждаем. Пусть даже не всегда мы первые. Но мы участвуем очень активно. У нас есть свой флаг. У нас есть своя форма. Мы купили одинаковые зеленые шапочки. Они у нас как зеленый горошек бегают. То есть нас сразу видно на всех мероприятиях. Когда вы увидите зеленые шапочки, это вот мы бегаем. Ну, а Валентина Олеговна нас нацелила вот на эту экологию. Сейчас у нас все воспитатели. У нас одни огороды. У нас изучаем мы, как нам сделать так, чтобы эти елки выросли. Мы привлекаем родителей. Сегодня детям было дано задание поговорить с родителями. А что надо? Как надо ухаживать вот за этими саженцами, за этими семенами, чтобы они выросли? Мы привлекаем к этому родителей. Поэтому вот наши друзья, наставники, партнеры – это люди, которые двигают наш детский сад, которые развивают наш детский сад и дают нам толчок к будущим нашим вершинам. Марина Владимировна, а песню-то нам представьте, кто автор стихов, кто исполнитель, кто композитор. Мы подготовили такой маленький сюрприз для нашего любимого руководителя. Сочинили песню, которую хотим посвятить Нин Павловне, а в её лице всем наставникам нашей системы образования. Потому что это уникальные люди, которые заслуживают большого-большого признания не только от общества, но и признания от каждого человека, от малого до великого. Практически премьера ведь песня сегодня в эфире состоится. Да, сегодня состоится в эфире премьера нашей песни. Музыка и слова родились в нашем городе Ульяновске. Слова песни написал большой друг нашего детского сада, Белов Павел Алексеевич. Музыку-композитор Артём Фарад. Кстати, он трудится в Ульяновском театре «Кукол», который посещают наши детки, любят там бывать. Исполняют песню сотрудники детского сада. Интрига новой песни уже раскрыта. Пришло время её послушать про замечательную, заведующую Ульяновским детским садом 148 Нину Сосину. «Россия к вам бежала вся в вихрах, в косичках и сандаликах от брата. Ах, как же нелегко было тогда! Но на крыло вставали ваши дошкалята!» Мы живём на Волге, на реке. Солнце в каждой капельке играет. С радостью шагаем в детский сад, где нас Нина Павловна встречает. Нелегко рождаться в годы войн, взрослеть не по годам и не сдаваться. Лилейте беречь, любви огонь, согреть им дошкалят своих пытаться. Нина Павловна, здравствуйте! Нина Павловна, здравствуйте! Ах, как жаль, что нам в детстве нет дороги назад! Нина Павловна, здравствуйте! Нина Павловна, здравствуйте! Ваши дети, дошкольники, спешат в детский сад. Россия к вам бежала вся в лихрах, в косичках и сандаликах от брата. Ах, как же нелегко было тогда, но на крыло вставали ваши дошкалята. Директор, воспитатель и лжиньер, династия врачей и стоматолог, герой труда, поэт, пенсионер. Из ваших рук их путь высок и долг. Нина Павловна, здравствуйте! Нина Павловна, здравствуйте! Ах, как жаль, что нам в детстве нет дороги назад! Нина Павловна, здравствуйте! Нина Павловна, здравствуйте! Ваши дети, дошкольники, спешат в детский сад. Субтитры подогнал «Симон»! Ах, годы, стоит ли считать, как прежде улочкой шагая, ведем мы внуков утром в детский сад, у входа Нину Павловну встречая. Ах, боже, как нам повезло, что в садик Нине Павловне ходили. И раньше сказок, песен и стихов родители нас говорить учили. Нина Павловна, здравствуйте! Нина Павловна, здравствуйте! Ах, как жаль, что нам в детстве нет дороги назад! Нина Павловна, здравствуйте! Нина Павловна, здравствуйте! Ваши дети дошкольники смешат в детский сад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Показатель заболеваемости за неделю составил 267,6, что на 10% выше аналогичного показателя за 37 неделю. На 25 сентября число впервые выявленных случаев COVID-19 в области составило 435 случаев, показатель заболеваемости на 100 тысяч – 35,5. При этом наиболее высокая заболеваемость показателя на 100 тысяч отмечается в Вишскаемском районе, показатель 90,36, то есть в 2,5 раза выше среднеобластного. В Барышевском районе показатель составил 75,5, в 2,1 раза выше, чем показатель области. В Меликесском районе превышение областного показателя практически в 2 раза. В Новоспасском районе превышение показателя в 1,7 раза. В Павловском и Чердоклинском показатель заболеваемости на 100 тысяч населения превышает в 1,5 раза показатель среднего по области. В городе Ульяновске наибольшее количество случаев заболеваний зарегистрировано в Засвияжском районе. Показатель составил 48, что в 1,3 раза больше показателей по области. Анализируя возрастную структуру заболевших, отмечу, что наибольший удельный вес среди заболевших составляет возрастная категория в возрасте от 30 до 49 лет – 27,9%. Это категория, которая активно посещает общественное пространство, пользуется общественным транспортом. На втором месте по удельному весу среди заболевших – это категория лиц 50-64 года. Удельный вес среди этой возрастной категории 23,9%. Если же посмотреть возрастную структуру заболевших за прошедшую 38 неделю, то отмечается рост случаев заболеваний среди детей до 1 года. Показатель заболеваемости в данном случае увеличился от недели к неделе в 1,5 раза. И также за прошедшую неделю отмечается рост среди лиц возрастной категории 65 лет и старше в 1,2 раза. Некоторое снижение заболеваемости за неделю отмечается среди детей в возрасте от 1 до 6 лет и возрастной категории 7-14 лет. Распространение инфекции происходит быстрыми темпами, но при этом должна отметить, что мутация вируса, которая произошла и происходит постоянно, дает сейчас более легкую форму заболеваний. И на сегодняшний день в легкой форме заболеваний проходит в 98% случаев. По итогам 2021 года 77% случаев от всех заболеваний – это была легкая форма. Сейчас это 98%. Среди источников распространения следует отметить, что по-прежнему наибольшее распространение происходит в близком окружении и в семье – 45%. Также при сборе эпидемиологического анамнеза отмечается указание на отсутствие использования масок в общественном транспорте и также в некоторых местах массов скопления. Учитывая изложенное, считаю необходимым продолжать те мероприятия, которые указаны в указе губернатора Ульяновской области, указаны в санитарных правилах использования защиты средств органов дыхания и, безусловно, соблюдение правил личной гигиены рук в общественных местах, гигиена поверхности и, конечно, продолжение работы по вакцинации населения. С учетом нынешней ситуации, ситуация не имеет активного роста заболеваемости COVID-19. Считаю необходимым напомнить главам муниципальных образований, что следует активно продолжать работу по проведению вакцинации. Вы слушали Елену Дубовицкую, которая рассказала о заболеваемости COVID-19 за предыдущую неделю. Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Яковлевна. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин